Аноним, здравствуйте! Я хотел бы ответить вам на ваш вопрос и сказать вам несколько слов по поводу вашей ситуации. Во-первых, хочу сразу сказать, что никто обсуждать вас здесь не будет, потому что мы психологи, психологи это не судьи, это люди, которые наоборот принимают других, принимают их полностью и целиком. Вот, поэтому бояться вам осуждения не стоит. С другой стороны, именно страх осуждения, который есть у вас, может быть, скажем так, симптомом, может быть симптомом проблемы, которая у вас имеет место. Потому что страх осуждения суть неуверенности в себе. Вот. Ну, то есть, страх осуждения, если человек боится осуждения, то он, как правило, в себе не уверен. И если вы действительно в себе не уверены, то в таком случае нужно уже смотреть, да, почему и в чем вы не уверены в себе. Вот. А дальше. Я прекрасно понимаю, что вам, ну, что вы хотите ребенка. Вот. Я прекрасно понимаю, что вам хочется быть мамой. Правда, меня немножко смущает вот эта фраза, что вы боитесь быть одинокой старой женщиной. То есть, такое ощущение, что ребенка вы хотите родить для того, чтобы он избавил вас от одиночества. Вот. То есть, тут, как бы, вот нужно подумать, для чего вам ребенок вообще. То есть, зачем? Зачем вам ребенок? Какая у него будет функция? Какая ему будет отведена роль ребенку? Я имею ввиду. Вот. Чем лучше вы для себя это будете понимать, чем яснее вы будете для себя это понимать, тем лучше будет для вас. Потому что ребенок, ребенок, если он является самоцелью, да, он рискует оказаться под вашим давлением, под вашим предметом ваших ожиданий. Вот. И тем самым он будет лишен свободы, которая ему необходима, ну, как, в общем-то, любому ребенку. Вот. То есть, у меня такое ощущение, что вы, пытаясь решить за счет него свои возможные проблемы, не позволите ему быть тем, кем он хочет быть. Вот. Знаете, какая история? Потому что женщины очень часто рожают детей без мужчин, да, то есть, как бы, ну, чисто для себя. Вот. Они привязывают детей к себе и не позволяют им, значит, жить своей жизнью. Так что, этот момент тоже нужно учитывать. То есть, цель рождения ребенка, зачем вам родить ребенка, да. Соответственно, вот, вы говорите, что сейчас я посмотрю или зафиксирую. Так. Да, вот. И теперь причина быть одна. Быть бездесной старой женщиной. Пишите вы. Здесь, на мой взгляд, есть некоторые противоречия, связанные с тем, что, когда вы выбирали карьеру, да, вы думали о чем? Вы чего ожидали? Вы чего хотели? То есть, вы рассчитывали, ждали, ага, что карьера принесете с собой, ну, например, какие-то изменения в вашей жизни, в плане того, что, ну, вы, например, не будете одинокой. Или как? Как вы себе это представляли? Как вы себе это представляли? Аноним. Мне кажется, что это очень такая важная вещь. Вот. Значит, по поводу мужчины, да, по поводу мужчины. Интересен сам факт того, что вы согласились на отношения, в которых нет перспективы. То есть, складывается ощущение, что вы себя недооцениваете. Складывается ощущение, что вы не считаете себя достойной, ага, хороших, качественных отношений, в которых вы были бы, ну, в общем-то, на достойном месте для себя. Вот. То есть, вот, вы говорите, что на данный момент есть мужчина, с которым мы общаемся полтора года, но, как таковых отношений нет и будущего тоже. А для чего общаемся тогда? Понимаете? То есть, как бы, вы определите для себя, вам что нужно, карьера или семья, как бы. Одно-другое, к сожалению, в перспективе практически исключают. Или, по крайней мере, требуют того, чтобы человек, ну, хотя бы, чередовал, да. То есть, то есть, чтобы человек то одно, то другое чередовал. Не получится так, чтобы, что вы будете заниматься и карьерой, и ребенком. Знаете? То есть, получается, что вы выбрали карьеру, например, да, для какой-то, опять же, своей цели. А личную жизнь вы, в данном случае, отодвинули на задний план. Вот. Это был ваш выбор, но вопрос в том, зачем, зачем вы это сделали. Вот. Значит. Дальше. Жениться. Он не собирается на отношениях во время времени. Так, а... Опять же, а вы сами? Вы. То есть, вы хотите, чтобы, чтобы, ну, на отношения хватало времени. Вам самой этого хочется, чтобы на отношения хватало времени. А что вы сами делаете для этого? Для того, чтобы на отношения хватало времени. Вот. Понимаете? То есть, вы сами создаете какие-то, ну, предпосылки для этого. Вот вы говорите, что вы в разъездах. Сама. Но, опять же, если вы так выстраиваете отношения, да, если вы так отношения выстраиваете, то... А при чем здесь тогда мужчина, да, если, ну, вот, если вы так отношения свои выстраиваете, вот, с мужчиной, да. При чем он тут в таком случае? Это же ваш выбор, как бы, действовать вот в таком формате непринужденном, да. Может быть, вы сами боитесь близких, близких, близких отношений. Вот. Такое же тоже может быть правильно. Вот. А, и... В таком случае это подлежит исследованию и корректировке. Если у вас, а, есть, ну, желание это делать. Конечно. Понимаете? Так. А, начнем дальше. А, так. Вот смотрите, вы пишите, что вы узнаете о том, что вам нужна операция, после которой нельзя беременеть пару лет. Вот. Значит... Либо через пару лет, когда мне выйдут уже за 35. Здесь, если честно, не очень понятно. Пара лет это два года, вам сейчас больше 30 тысяч, чуть больше, допустим, 31, соответственно, не призывая 33, никак не 35. Откуда такие цифры, непонятно. Я расстроен, чем? А, почему, как так? Почему, как так? Это детская позиция, да? То есть, чем вы настроены? Какие у вас были ожидания? Чего вы хотели? И что теперь? Что теперь, чтобы что? Аноним. Я выбрал карьеру, и теперь обречена быть одна. Да? Да, Аноним. Если человек выбирает карьеру, если человек выбирает только карьеру, то он, как правило, обречен быть один, да? Вы об этом не знали? То есть, опять же, да, тот же вопрос я вам задаю. Вы, когда вы выбирали карьеру, вы чего ожидали, чего ожидали, чего хотели, на что рассчитывали, на что надеяли. Понимаете? Вот. То есть, складывается такое впечатление, что вы внезапно, вот внезапно, да, узнали, что карьера как бы, ну, взаимоисключает отношения. Вот. Такое у меня сложилось впечатление об этой ситуации. Понимаете? Вот. То есть, как вы рассчитывали, вам сейчас больше 30, а серьезных отношений у вас нет. А, значит, при самом лучшем раскладе, да, вот при самом лучшем раскладе, ребенок у вас так и появится через пару лет. То есть, пока отношения с мужчиной войдут в норму, пока вы поженитесь, да и будет два года. Так вы лучше сделайте операцию, операцию, и просто пересмотрите свое поведение в отношениях с мужчиной, с мужчинами и все. Ну, меньше времени уделяйте карьере, больше времени уделяйте, там, социальной активности, хобби, увлечениям, взаимодействуйте с мужчинами, да. Там, подкорректируйте свое женское поведение, например. Вот и все. Понимаете? А, дальше. Так. Сейчас у меня посвящают мысли пойти на обман, и, значит, так. А для чего? От этого мужчине мне не нужны деньги, и я не буду заставлять жениться. Если он не захочет участвовать в нашей жизни, это его право, я не буду против. Сам поступок мерзкий, я знаю, это на том мне еще остается. А что вам еще остается, чтобы что? Что? Откуда внезапно такое желание ребенка? Аммм. 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 Понимаете? То есть, эээ, такое впечатление, что вы не действуете, эээ, опираясь на свои чувства. Такое впечатление, что данная ситуация вскрыла те проблемы, которые у вас, эээ, были и есть. Вот. И вы отчаянно не желаете, эээ, их видеть. Смотрите. Определите для себя, какой семьи, какой семьи, какого будущего вы хотите для своего ребенка? Хотите ли вы, чтобы у него была, например, полная семья? Хотите ли вы, чтобы у него был отец у ребенка, допустим? Если да, хорошо. В таком случае подумайте, опять же, что вы, эээ, что вы для этого сделали, ну, что вы для этого готовы сделать. Если нет, если нет, это ваше право. Если нет, это ваше право. Но, эээ, тогда, опять же, если вы, эээ, скажете своему мужчине, вот, все как есть, что, извини, там, грубо говоря, мне нужен, вот, такая история, да, так получилось, вот, что у меня, там, проблемы возникли, да. Ну, в общем, мужчине просто расскажите, как есть. Скажите правду. Зачем обманывать? Вот. То есть, для чего действовать обманом? Вот. Я уверен, что, если вы, эээ, убедите мужчину в том, что вы не будете, эээ, претендовать на его участие в жизни, да, ээээ, ну, ребенка. А, вот, эээ, что он, эээ, даст вам то, что вы хотите. Он даст вам, эээ, то, что нужно. Вот. Я уверен, что он будет, эээ, рад это сделать. Вот. То есть, просто доверительно с мужчиной поговорить, если вы решились, эээ, ну, на то, чтобы, вот, заводить, эээ, ребенка одной. Все-таки. Вот. Ну, мне кажется, что, эээ, вы, конечно, здесь действуете достаточно эмоционально. Вот. И я думаю, что, что-то лучше будет, все-таки, не спешить, эээ, с принятием такого решения серьезного. Вот. И, эээ, лучше, по возможности, определиться все же с тем, чего хотите именно вы, да, что нужно именно вам, чего вы вообще желаете, и, эээ, в чем причина того, что вы расстроен. Потому что, эээ, то, что вы расстроены, говорит о том, что ваш образ жизни, в котором вы живете, он вас не удовлетворяет. Ну, до конца, по крайней мере. Вот. Кхм. И, по сути, это означает, что вам нужно что-то менять, нужно менять именно в своей жизни. Понимаете? Вот. 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 Не, ээээ, рожать, ребёнка, как такового. Вот. А именно менять что-то в своей жизни. Непосредственно. Понимаете? Какая история. Вот. Если есть страх близости, с ним можно работать. Вот. Если есть неуверенность в себе, тоже можно работать с этим. Ну, и так далее. И так далее. То есть, тут вариантов достаточно много. Вот. То есть, всё опирается в ваш выбор. Вот. Если вы хотите ребёнка здесь и здесь и сейчас. Ваше право. Ваше право, ваш выбор. Вот. Лучше делать это всё-таки честно. Вот. Вы считаете, что других, ну, других, другого пути нет, кроме как, вот, ну, кроме как вот этого, что нужно использовать. Но мне кажется, что проблема в том, что вы достаточно многие вещи считаете мерзкими и недопустимыми. Не только это. И отсюда ваша неудовлетворенность идёт. Понимаете? Если это так, от запретов можно избавиться, от запрета можно раскрыть при желании. Так что, я по тексту вижу у вас такое, знаете, очень жертвенное поведение, очень жертвенную модель поведения. Вот. Ну, именно, вот, по тексту я вижу. То есть, как так, что мне ещё остаётся, вот. Это, к сожалению, очень и очень жертвенная модель поведения. И, как бы, из позиции жертвы, да, из, ну, из состояния жертвы, вам тоже лучше выходить. Это лучше и для вас, это лучше и для ребёнка, который у вас, ну, возможно, будет, да, вот, и так далее. То есть, чтобы не было такого, таких вот, таких вот вопросов. Типа, что, как так и что теперь и так далее. Понимаете? Да. Вот. В этом, опять же, повторю, вам можно помочь, если вы хотите. Вот. Вот так. А, то есть, ну, что-то. А, что-то. Страх осуждения. Одна из ключевых проблем. Продолжение следует. Дальше вы пишите, да, решилась бы я готова вот хоть сейчас. Для чего? Зачем? Зачем вам это? Ну, зачем ребёнок? Вот так и не боится. Зачем? Если вы хотите, ээээ, чтобы ребёнок вас спас от отменившего, или вы хотите, ээээ, через ребёнка, например, реализоваться, ну, реализоваться, то не кажется ли вам, что это несколько негуманно? Негуманно. Именно по отношению к ребёнку. То есть, как бы, ну, то ребёнок-то он, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И, опять же, с другой стороны, если вам так, если вы считаете, что это нормально, ну, ну, что такая позиция нормальная, что действуйте, для этого как бы, ну, все следствия хороши, опять же, понимаете. То есть, сперва нужно снять ваши противоречия, которые у вас есть, понимаете, сначала, ваши противоречия и, значит, проблема, которая есть у вас, именно, а уже потом, уже потом, может быть, напрочь, что вам делать, потому что, принимать решение в условиях, в условиях несвободного выбора, надо, надо, так или, так или иначе, о выборе пожалеть. В своем, в своем. Вот и все. Вот. То есть, первое, страх, осуждение. Второе, это неуверенность, ну, неуверенность себе, ладно, не буду. А, значит, второе, это, цель отношений с мужчинами, да, и вообще их история. А, третье, это страх близости. А, четвертое, это модель женского поведения, то есть, как бы, почему, почему у вас близких отношений нет с мужчинами. А, дальше, а, значит, так, так, а, выбор карьеры, то есть, значение карьеры, да, какое, 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 вот. И, а, удовлетворенность ваших желаний. То есть, вот, одиночество, да, возможно, и это страх одиночества, вероятно, непринятие себя полностью и так далее. Вот. Вот эти вот моменты, моменты, которые нужно разобрать, которые нужно подкорректировать. Ну, так давайте это подкорректируем, и тогда вы сможете участвовать в силу выбора свободного. Если вы, например, не будете бояться одиночества, допустим, во многом будет ребенок, тогда вы чувствуете, что готовы стать родителем. Мне почему-то кажется, что нет, не готовы, потому что иначе, иначе вы бы думали об этом раньше, а не после того, как узнали, что, ну, что у вас проблемы с проблемой с здоровьем. А это значит, что ребенка выходить не ради него самого. То есть, не чтобы дать жизнь новому человеку. Что возможно, как бы, только при условии, если есть партнер, есть безопасность, есть стабильность, будущее и прочее. То есть, понимаете, да, вот, в вашей жизни, в вашей жизни, все, все, как-то вот очень спонтанно происходит. С одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, некоторые вещи спонтанно происходить все же, все же не должны. Понимаете, да? Поэтому, поэтому я рекомендую вам пересмотреть свою позицию, именно, вот, сделать ее более такой пролаботанной, более тщательно выверенной, чтобы все-таки четко знать, что для вас важно, чего вы хотите и так далее. Вот, потому что, родить ребенка и забеременеть, знаете, это не проблема. Я уверен, что много мужчин согласятся, секс на одну ночь, ничего не обязывающий беременностью, да. Вот, то есть, тут, как бы, проблем не будет. Вот, проблема в дальнейшем. То есть, что это будет за ребенок? Как вы будете к нему от на ответственности? Что он получит от вас? Вот. Потому что, при условии наличия ваших проблем, ребенок гарантированно получит их же тоже. Вот. Вот так. Решать вам. На этом все. Надеюсь, это помогло вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!